Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами разберем содержание 10 главы книги Деяний. Вся эта глава посвящена большому рассказу об обращении в христианство язычника Корнилия, который являлся центурионом итальянского полка, который был раскарпетирован в городе Кесария, который в свою очередь являлся административным центром Палестины и в Кесарии имел свою резиденцию прокуратор иудеи. Так вот, этот сотник Корнилий, мы не знаем, кто он был по вере, но исходя из контекста книги Деяний, он исповедовал веру виденного Бога, хотя, наверное, не был не обрезан и вряд ли был даже празелитом. Тем не менее, он был человеком благочестивым, он был боящимся Бога. И вот эта фраза, она нам говорит о том, что он интересовался иудейской верой, в общем-то пытался следовать отдельным предписаниям, но не принимал еще непосредственно самого иудейства. И вот этот сотник Корнилий во время молитвы видел видение ангела Божия. Что повелевает ему ангел Божий? Чтобы Корнилий послал людей в город Иопия в этом видении точно указывать адрес, где живет апостол Петр. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. А зачем ангел повелевает Корнилию позвать к себе апостола Петра? Потому что апостол Петр скажет ему те слова, благодаря которым спасешься ты и весь дом твой. Интересно, что вот это видение Корнилия Сотника, оно пересказывается в книге Деяний аж целых четыре раза. Об этом рассказывает сам повествователь Лука, кратко пересказывают это видение посланники Корнилия, которые пришли за апостолом Петром. Об этом видении рассказывает сам Корнилий в виде прямой речи, вставленной в книгу Деяний, и пересказывает это видение уже в 11 главе сам апостол Петр. А почему возникла необходимость в такого рода повторениях? Ну, во-первых, этот случай очень показательный, поскольку в раннехристианской общине среди иудейской ее части, в общем-то, было сомнение относительно того, нужно ли обращать свою проповедь к язычникам. Могут ли они принять христианскую веру? То, что для нас сейчас является очевидным, в то время требовало особых объяснений. Поэтому, конечно же, вот этому эпизоду с крещением язычника Корнилия Лука сознательно уделяет много времени и места, и описывает его с максимальной подробностью. Поскольку это должно было стать примером и вразумлением для многих людей, которые еще сомневались, обращено ли слово Божие к язычникам, достойны ли они спасения. Или, в общем-то, Господь пришел для того, чтобы спасти только один, да, некогда богоизбранный израильский народ. Вот. Кроме того, в каждом из этих повторений есть очень небольшие детали, но которые могут нам сообщить нечто интересное, и которые, я бы так сказал, усложняют психологическую картину происходящего. Например, когда об этом видении рассказывает деписатель Лука, или, например, апостол Петр, одни говорят, что Корнилию явился ангел Господень. Когда об этом видении рассказывает сам Корнилий, он вот что говорит. «Стал предо мною муж, то есть человек, в светлой одежде». То есть Лука и Петр называют его ангелом, в то время как Корнилий просто каким-то человеком в светлой одежде. И вот для нас важно то, что каждый из этих людей говорит так, как и должен говорить. Поскольку и Лука, и апостол Петр – это были люди определенного религиозного воспитания, определенной религиозной культуры, сведущие в Священном Писании, которые, конечно же, абсолютно правильно интерпретируют это видение как явление ангела. Но Корнилий пересказывает свое непосредственное впечатление, как человек, в общем-то, еще малоосведавленный в тонкостях веры. И поэтому нахождение в его комнате какого-то постороннего человека он воспринял именно как присутствие постороннего человека. А уже потом, исходя из деталей этого видения, он сделал вывод, что это было божественное явление. В общем-то, и каждый из нас, если во время молитвы увидит в своей комнате присутствие другого человека, если, конечно, мы не находимся в духовной прелести, мы сначала подумаем, что это просто человек. В этом смысле Корнилий здесь обладает определенной духовной трезвостью. И самое, что для нас важное, что Лука очень исторически точно передает абсолютно адекватные реакции людей, и эти реакции соответствуют и их уровню религиозной просвещенности, и их менталитету. Поэтому у нас невольно возникает доверие к этому рассказу благодаря такого рода деталям. И вот Корнилий посылает к апостолу Петру своих посланцев. Но здесь мы видим, что деписатель Лука описывает сразу несколько параллельно происходящих событий. В то время как было видение сотни к Корнилию, апостол Петр молился у себя в комнате. В то время как посланники Корнилия приближались к городу, где жил апостол Петр. И вот апостол Петр около шестого часа, то есть по-нашему в третьем, простите, в двенадцатом часу дня, он взошел наверх дома, в так называемый Эперон, помолиться. Он почувствовал голод и хотел есть, потому что у апостола Петра здесь молитва сопровождалась и постом. И пока готовили еду, он пришел в иступление. В греческом варианте текста это называется экстасис, то есть как бы выход из естественного состояния. И вот в этом чудесном видении он видит отверстие неба, сходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находили всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы и небесные. И был голос к нему, встань, Петр, заколи и ешь. Апостол Петр трижды видит это видение, трижды ему адресовано повеление заколи и ешь, и апостол Петр отвечает трижды, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого. Действительно, в этом видении божественный голос предлагает апостол Петру нарушить кашрут, то есть предписание о вкушении чистой и нечистой пищи, которые, согласно закону Моисеева, очень ревностно хранили иудеи. Мы видим, что апостол Петр, в том числе и став христианином, он продолжает придерживаться вот этих правил. Но после того, как это видение завершилось, апостол Петр не умеет, а к чему? Почему Господь повелевает ему съесть нечистых животных? Более того, что в этом видении Господь говорит ему, Петр, что Господь очистил, того не почитай нечистым. К чему это? И вот, когда приходят посланники от Корнилия и рассказывают ему, что язычник Центурион Корнилий хочет позвать его к себе для того, чтобы выслушать его проповедь, он начинает понимать, к чему было это видение. Ведь что означал приход апостола Петра в дом к язычнику? Это обязательно трапеза. И никто не гарантировал, что на этой трапезе весь стол и все меню будет строго соответствовать правилам о кошерной и некошерной пище. И даже когда в 11 главе книги День мы будем читать, что христиане из аудеев укоряли Петра, почему ты ходил в дом к язычнику, за что они его укоряют? Даже не за то, что он проповедовал его и крестил ему, а что ты вкушал, то есть ты обедал вместе с ним, а значит нарушил предписание Моисеева закона. И вот апостол Петр понимает, что с одной стороны это видение имело буквальное значение, чтобы, идя в дом к язычнику, он не боялся вкусить с ним за трапезой, в общем-то, так называемую нечистую или некошерную пищу. И с другой стороны, под вот этими очищенными Господом творениями Божьими подразумеваются и сами язычники. Это видение выразумляло Петра, чтобы он не боялся проповедовать язычнику. Здесь у нас возникает, конечно, несколько вопросов. А почему апостолу Петру требовалось это вразумление? Ведь разве не сказал Христос апостолам, идите, научите все народы, крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа? Казалось бы, что еще нужно? И вот преподобный Максим Исповедник, один из величайших отцов Православной Церкви, он задается этим вопросом и отвечает на него так. Да, действительно, апостолы имели полноту ведения, они имели полноту откровения. Но, как люди, они в том числе и даже после сошествия своего Духа нуждались в божественном вразумлении. Мы это можем выяснить так, что, зная божественные откровения, апостолы требовали, чтобы Господь их вразумил, как конкретно нужно исполнить те или иные сведения этого божественного откровения. Поэтому и Господь вразумляет специальным ведением апостола Петра. Здесь мы видим очень важную вещь, что апостолы, имея благодать, имея знания христианской веры, тем не менее раскрывают его в своей жизни не статическим, а динамическим образом. Мы видим перед собой людей, живых людей, которые не останавливаются в богопознании, но продвигаются вперед, постоянно получая вразумление от Господа. И раз уж апостолы нуждались в божественном вразумлении, тем более в нем нуждаемся и мы с вами. Видение апостола Петру, подобно тому, как и видению Корнилию Сотнику, тоже описано несколько раз. Но если видение Корнилия описано четыре раза, то видение апостола Петру повторяется в книге Дени два раза. Один раз в изложении Луки и в другой раз в пересказе от лица самого апостола Петра. В этих двух рассказах можно видеть одно маленькое различие, но которое, опять-таки, как и в случае с чудом Корнилия и с видением Корнилию Сотнику, тоже имеет для нас важное значение. А именно, когда сам деописатель Лука пересказывает это чудо, он говорит, что видение, которое видел апостол Петр, оно спускалось с неба на землю. Но когда сам апостол Петр рассказывает об этом, он говорит, что видение спускалось с неба ко мне. Казалось бы, маленькая незначительная деталь, которая отличает эти два, в общем-то, одинаковых рассказа, но она нам о многом говорит. Мы видим, что вновь и вновь лица, участвующие в этой истории, они ведут себя крайне естественно. Лука, как сторонний рассказчик, он описывает это видение объективно. Да, видение спускается с неба на землю, но апостол Петр, сам переживший это видение, абсолютно объяснимо, естественно, и объяснимо психологически, говорит, что это видение спускалось к небу, с неба ко мне. И вот в этих деталях мы видим тоже некое усложнение психологической картины происходящего, что, опять-таки, только вызывает с нашей стороны доверие к этим рассказам. Итак, на следующий день апостол Петр приходит в Кесарию в дом Корнилия и проповедует ему. Когда вы будете читать соответствующий отрывок книги Деяний, а вот этот эпизод, он написан в 10 главе, с 24 по 48 стихи, необходимо заметить, что проповедь апостола Петра в этом эпизоде очень сильно отличается от проповеди, допустим, в день Пятидесятницы или в притворе Соломоновом из 3 главы книги Деяний. Мы видим все-таки мысли и стиль апостола Петра, но, с другой стороны, в этом тексте нет ни одной цитаты из Священного Писания. В прошлых своих проповедях апостол Петр обильно цитировал Священное Писание Ветхого Завета, а здесь нет ни одной строчки. Я бы даже так сказал, многие выражения апостола Петра, они, ну, носят такой, ну, как бы, характер, понятный всем людям, то есть он, в принципе, почти не использует специфических религиозных терминов. Мы видим, как апостол Петр, как очень мудрый проповедник, очень хорошо чувствующий и понимающий свою аудиторию, меняет язык рассказа в зависимости от, в общем-то, интеллектуального и душевного состояния того, с кем он разговаривает. Если для иудеев действительно была важна цитация из Священного Писания, то, в общем-то, Корнилию Сотнику это мало что могло сказать. Здесь мы видим такую миссионерскую гибкость и, в общем-то, вдумчивый глубокий подход к проповеди со стороны апостола Петра. Когда Корнилий приветствует его и, в общем-то, готов упасть на колени перед Петром, он говорит, встань, я тоже человек. Вот какая простота общения со стороны апостола Петра. Что же говорит апостол Петр, проповедуя в доме Корнилия Сотника? «Во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему». Но эти слова, они, конечно, очень естественны и правильно звучат в доме Корнилия, поскольку Корнилий не принадлежал к избранному израильскому народу. Тем не менее, во всяком народе человек, живущий по заповеди, он приятен Богу. Что, конечно же, вот эти слова апостола Петра, они не могут не вызвать сразу, в общем-то, расположение со стороны Корнилия и, очевидно, со всеми, и всех домочадцев, которых собрал Корнилий на эту беседу. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилея, и вот тут он кратко пересказывает основные моменты проповеди и общественной деятельности Господа Иисуса Христа. «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета». Обращаю ваше внимание на то, что раньше апостол Петр использовал другое выражение – Иисус Назарей, что, как мы помним, отсылало людей к определенному толкованию 11 главы книги пророка Исаии. Но это было уместно для образованных иудеев, в то время как это ничего не могло сказать полезного Корнилия. Поэтому апостол Петр немножко видоизменяет вот это выражение и говорит «Иисус из Назарета», то есть «Иисус из города Назарет». Это более понятно и, естественно, звучало в доме язычника. «И вот он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Вот так просто, в таких простых словах и выражениях, как бы спускаясь на уровень своей аудитории, апостол Петр рассказывает о Христе. «Бог был с ним». Как будто и не о Боге он говорит, но другого пути здесь нету. Апостол Петр понимает, что кому-то нужна твердая пища, а кто-то вынужден еще питаться пищей, которая больше подходит для младенцев. Поэтому он сознательно, в общем-то, не раскрывает во всей сложной полноте все элементы христианской веры. «А мы, то есть апостолы, свидетели всего, что он сделал в Иудейской земле и в Иерусалиме, и как, наконец, его убили, повесив на дереве. Но его Бог воскресил в третий день, дал ему являться не всему народу, но свидетелем предизбранным от Бога, нам, которые с ним ели и пили по воскресенье из мертвых». Конечно, здесь мы узнаем сразу содержание последних глав четырех Евангелий. И вновь и вновь мне хочется сказать о том, что мы видим, что апостол Петр избирает, ну, такой очень человеческий язык для этого рассказа. И как будто бы даже принижает божественное значение Христа, конечно же, не отрицая его, но считая, что это необходимо, вот это необходимый ход для того, чтобы сообщить человеку то, что он может принять. И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать. В общем-то, согласно этому повелению, Петр и пришел для проповеди. И вот интересно, что когда апостол Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Это очень знаменательное явление, поскольку получается, что дар Духа Святого семья Корнилия получила до принятия крещения. Обычно был другой порядок. Сначала апостолы крестили, потом возлагали на людей руки, на них снисходил Дух Святой. Как и сейчас, мы сначала крестим человека, а потом помазываем его святым миром, через что преподается человеку благодать Святого Духа. Это одно и то же таинство, у которого изменилась только внешняя форма. Вместо рук в изложении используется помазание святым миром, которое освящает епископ. И это был тоже знак для самого апостола Петра, чтобы он не сомневался в правильности своего поступка, что он, возможно, пришел и нарушил кашрут, что он пришел в дом к язычнику. С другой стороны, это видение должно было защитить Петра от нападок некоторых ревнителей, что раз уж Дух Святой сошел на этих людей, как же апостолу Петру после этого их не крестить? И, очевидно, отсутствие кошерной еды на столе не помешало Духу Святому осветить этих людей. Вот видите, как много последствий имеет вот это явление, и то, что здесь естественный порядок таинств нарушен. Более того, апостол Петр потом скажет, что я не мог их не крестить, поскольку Дух Святой сошел на них, как и на нас вначале. А что значит на нас вначале? Какое событие имеется в виду? День Пятидесятницы. Сошествие Духа на апостолов. И вот здесь мы можем сделать очень важный вывод, в том числе для нашей жизни, что, оказывается, таинство миропомазания, таинство Духа, которое сообщается каждому христианину после крещения, это личная Пятидесятница. Это приобщение той благодатистового Духа, которая сошла на апостолов в день Пятидесятницы и пребывает в церкви. Дух Святой сошел на них видимым образом, так что вот эти люди, которые еще и не крестились, получили дары Святого Духа, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. То есть Дух Святой сообщил этим язычникам дар языков, подобно тому, как апостолы получили его в день Пятидесятницы. И вот Петр тогда говорит, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. Вот это радостное событие произошло. И мы с вами, конечно, можем задать себе вопрос, а почему же все-таки здесь употребляется выражение «креститься во имя Иисуса Христа?» Ведь Господь повелел крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. На самом деле здесь нет никакого противоречия, потому что, когда говорится о том, что крестить во имя Иисуса Христа, имеется в виду некое особо богословское осмысление крещения, поскольку наше крещение совершает собой образ смерти и воскресения Иисуса Христа. Погружаясь в воду крещения, мы умираем со Христом и затем воскресаем вместе с Ним. Вот через это уподобление спасительным действием Христа мы получаем общение со Христом и обновление в таинстве крещения. Поэтому в этом отношении о крещении можно говорить как о крещении во имя Иисуса Христа. Но если говорить о том молитве призывания, о той молитве, которую мы читаем во время крещения, мы крестим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, эта формулировка относится к самой молитве, к некому глобальному значению крещения. А формулировка крещения во имя Иисуса Христа подразумевает именно участие через крещение в смерти и воскресении Господа.